Праздник, объединяющий героическое прошлое и созидательное настоящее. Беларусь отмечает День независимости. В Бобруйске проходит митинг-реквием. Дань уважения всем, кто отдал свои жизни и сокрушил фашистское зло. Юные горожане, отличники учёбы, победители Олимпиад и творческих конкурсов получают паспорта. Здесь же разворачивают государственный флаг. Воплощение идеи национального единства и суверенитета страны. Конечно, очень приятно, что наши граждане сегодня пришли на площадь. Мы сегодня слышали очень много тёплых слов, поздравлений. И дай Бог, чтобы у нас всё сбывалось, и дай Бог, чтобы у нас всегда было мирное небо над головой. С заботой о людях. На Наумово торжественно открывают участок дороги. Главная магистраль новой жилой застройки в микрорайоне Киселевичи прибавляет 900 метров. Две полосы в каждом направлении. Островки безопасности, широкие тротуары, тактильная плитка, велосипедная дорожка. Учтены интересы как водителей, так и пешеходов. Мы тут рядышком живём. Мы очень рады, что открыли эту улицу. Празднично, красиво. Наши дети будут тут жить. Наши дети будут этим пользоваться. И мы тоже, папы, тоже будем пользоваться. Потому что очень хорошее руководство. Молодцы. Выделили деньги, сделали всё красиво. Прекрасное событие. Наконец-то сделали прекрасный район. Облагородили. Ну, соответственно, ну вообще, прекрасное настроение. И вообще, очень рады, что наш район стал не менее красивее, чем остальные районы города. На этом подарки не заканчиваются. На Парковой 68, строителей 24, Минской 80 и Горелика 23 открываются игровые и спортивные площадки. Качели, горки, скалодромы, лабиринты, тренажёры, лесенки, песочницы и карусели. Плюс поле для мини-футбола и баскетбола. Все изделия из металла, содержат защитные вставки из пластика и резины. Здесь же безопасное покрытие. Идея родилась в Багилёвском обл. полкоме. Губернатор поддержал. Но здесь предприятие подхватили. И силами, руками бобру и чан, практически 90%, эта площадка сделана. Нужно приносить людям радость. Посмотрите, сколько детей на площадке, какое у них настроение. Вот это, скажу, самая главная оценка нашей работы. Безусловно, конечно, сегодня для всех жителей Республики Беларусь это самый главный государственный праздник, День независимости. Я хочу всем бобруйчанам пожелать крепкого здоровья, благополучия. И самое главное, вроде чего погибали наши деды и прадеды, мира и добра. Традиционный конкурс «Автоледи» собирает на площадке у Бобруйск-арены десятки зрителей. Машины шести участниц пестрят госсимволикой, аистами, колосьями и васильками. Перед жюри стоит сложная задача – оценить оформление и презентацию. Девушки в национальных костюмах удивляют талантами, читают стихотворения о Синеокой, поют белорусские песни и кружатся под славянские мотивы. При украшении своего автомобиля мы пользовались той смекалкой, что автомобиль уже зеленого цвета, и поэтому в дополнение только ему подходит красный цвет. Поэтому у нас и сделано красно-зеленый цвет – флага нашей Родины любимой. Помимо творчества, участницы демонстрируют знания правил дорожного движения. От теории к практике. Скоростное маневрирование – самый зрелищный этап конкурса. Диагональная парковка, габаритная змейка и заезд задним ходом в гараж. За точностью вождения пристально следит жюри. Звание «Автоледи-2023» завоевывает Светлана Литаревич, сотрудница завода тракторных деталей и агрегатов. Эмоции переполняет. Не ожидала, потому что очень сильно волновалась. Спасибо за такую прекрасную организацию, такого замечательного конкурса. Подсвящен он в этом году году мира и созидания. Участницы очень достойно в этом году представили себя. Нам было сложно сделать выбор, но мы его сделали. На территорию Бобруйск-арены приходят целыми семьями. Развлечения здесь на любой вкус. Как для детей, так и для взрослых. Насыщенная концертная программа, многочисленные выставки, оригинальные фотозоны, игровые площадки и торговые ряды. Организаторы постарались на славу. Мне все понравилось. Очень много палаток, очень много подделок, именно ручной работы. Даже было удивительно увидеть, что у нас в городе Бобруйске вообще кто-то делает такие красивые вещи. И из кожи, и из камня. То, что сегодня делается главой государства, нашим руководством, правительством, сегодня мы видим сами, что все делается для людей. И наша сегодня задача в том числе, чтобы наша страна была такая же сильная, процветающая и независимая. После кинотеатр под открытым небом. На экране военная драма «Ванька». Картина рассказывает о детях Великой Отечественной, которым пришлось рано повзрослеть и стать за станки наравне со взрослыми. Кульминация торжеств – республиканская акция «Споем гимн вместе». Уникальной патриотической традиции уже 20 лет. Главную мелодию страны подхватывают тысячи голосов. Финальным аккордом поистине народного праздника становится салют. В небо взмывает калейдоскоп огней. Сердце каждого белоруса наполняется безмерным уважением к поколению победителей. Настоящие герои ценой своей жизни подарили нам возможность мирно жить и честно трудиться на благо родной страны. Татьяна Горбач, Елизавета Липеева, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360.